Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес – юго-запад, участок 103, возле рынка Тобыс, телефон 947-500. Выпуск подготовлен при поддержке Храмтауского кирпичного завода. Стройте с нами красиво и надежно. Город Храмтау, промзона, улица Окраина, участок номер 2, телефон 8-71-336-3-61-35, отдел сбыта, сотовый 8-705-40-22-487. Здравствуйте! В эфире праздничный выпуск программы «Факт» в студии Сергей Довголюк. Первый президент Теннер Султан Азербайев выступил у монумента «Казахьей» в столице и поздравил казахстанцев с Днем Единства народа Казахстана, передает «Тенгри Ньюз Киезет». Цитируем, «Только в единстве можно достичь успеха, только в единстве можно строить государство, только единство может защитить страну. Благодаря независимости мы достигли всего того, что мы имеем. Во-первых, хочу, чтобы мы берегли это единство. Во-вторых, я желаю каждому дому, каждой семье крепкого здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне», сказал Нурсултан Азербайев. 1 мая казахстанцы отмечают праздник Единства народа Казахстана. Согласно указу главы государства, праздник отмечается с 1996 года вместо отмененного Дня труда. Праздник Единства народа Казахстана призван сблизить представителей более 100 различных национальностей, которые проживают в республике. Этот день символизирует дружбу и взаимопонимание. В Алматы перед дворцом республики прошло торжественное празднование Дня Единства народа Казахстана, передает «Тенгри Ньюз Киезет». С праздником жителей города поздравил глава государства Касамжумар Такаев. Он подчеркнул, что все жители города вносят лепту в сохранение мира и согласия, взаимоуважение и взаимообогащение культур. Единство и согласие – ценности, которые наш народ сберег даже в годы самых тяжелых испытаний. Благодаря труду, уважению, сплоченности мы смогли сберечь независимость, достигли успехов в экономике. Нашу страну уважают во всем мире. Сегодня каждый казахстанец, вне зависимости от этнической принадлежности, чувствует частью единой большой семьи. Единство – многообразие. Вот суть нашей политики, подчеркнул глава государства. Первомайский праздник – День Единства мира и согласия вместе с актюбинцами, отметил и Аким области Онда Сыну Розалин. Главные праздничные гуляния в День Единства народа Казахстана прошли перед Стеллой, где была организована концертная программа с театрализованными представлениями, народными танцами и песнями. Казахи, русские, татары, узбеки, киргизы, немцы, евреи, азербайджане, представители других этносов, которые живут под одним шиныраком Казахстан, собрались, чтобы отметить праздник дружбы, мира и согласия. Представители власти, этнокультурных центров, бабушки и дедушки, молодые дети сегодня отмечают День Единства народа нашей многонациональной страны. С праздничной программой сегодня выступили все творческие коллективы города, танцевальные ансамбли исполняли национальные танцы в соответствующих костюмах. Молодые артисты области и города пили для всех собравшихся. Посетил гуляния и глава области он до сыну Розалин, который выступил с поздравительной речью. Дорогие актебельцы, от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, Днем Единства народа Казахстана. Этот день стал для нашей страны Днем Олицетворения, Дружбы и Согласия, Днем Обновления и Устремленности в будущее. В нынешний век наша страна является собой пример единства и согласия, которое зародилось в Великой Степи. Глава региона также отметил, что в укреплении межнационального согласия в нашей стране весомый вклад вносит Ассамблея народа Казахстана. Он до сыну Розалин торжественно вручил дипломы 1, 2 и 3 степеней этнокультурным объединениям. Последних в Оксюбинской области 18. Также существует 6 воскресных школ, 8 творческих коллективов. И чем эффективнее они будут работать, тем крепче будет мир в нашей стране. Сегодня каждый гражданин, независимо от технической или религиозной принадлежности, в полной мере использует свои гражданские права, гарантируемой конституции. В области созданы все необходимые условия для развития этнической самобытности, культуры, языка, традиций. Это главный приоритет политики лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, выступающего за собильность, единство и модернизацию. Более 130 национальностей. У всех разные традиции, обычаи, внешности. Мы все говорим на разных языках, но объединяет нас одно. Все мы казахстанцы. И самое главное, чтобы мы и наши дети жили под мирным небом, говорят актюбинцы. Любви, радости, чтобы труд наш был не в тягость, а только в радость. Всего доброго и хорошего. Поздравляю всех актюбинцев с праздником, с Днем Единства. Желаю нашему народу здоровья крепкого, процветания в нашей стране и всего хорошего, наилучшего, благополучия. Я поздравляю сердечно всех актюбинцев с 1 мая. Я желаю мирного неба над головой, добра, любви, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы были здоровы ваши семьи, чтобы вы были счастливы. Благополучия и мира над головой, над нашими головами. Всего самого доброго, крепкого здоровья, всего самого хорошего. Амира Даутенова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». По традиции народные гулянии развернулись в этот праздничный день и в парке имени первого президента. Здесь жители города встречали блюдами национальной кухни, демонстрации уникальных изделий ручной работы и спортивными мероприятиями. Хороший день, отличное настроение, праздничный настрой. С таким багажом положительных эмоций сидеть дома не пристало. Благо сегодня актюбинцам было где ими поделиться. В парке первого президента звучала музыка, людей встречали гостеприимно богатым дастарханом из национальных блюд. Плов привезли на праздник, чтобы раздавать на этом флюде на праздник. Поздравляю всем на праздник. Желаю всем здоровья. Привезли на высоту свои блюда. То есть это европейская и национальная кухня. От национальной кухни мы привезли блюда под названием харумбурме, баш-шамбас, баранину запеченную. От европейской кухни мы представляем сазан фаршированный и ассорти птицы. Участвуем в этом мероприятии, так как в нашем коллективе есть представители разных национальностей. Сегодня этим мы хотели показать свое единство. После угощений неплохо и размяться. Интеллектуально, либо более активно. Перетягивание каната занятие не самое сложное, но весьма забавное. Здесь и смех, и искреннее огорчение проигравшей стороны на радость победителям. Ну и в самых серьезных баталиях с удовольствием поучаствовали настоящие спортсмены. Зрители могли поболеть за бойцов и поддержать их моральный дух. Соревнования прошли по нескольким видам спорта. Совсем неподалеку от главной сцены развернулась ярмарка продажа сувениров, украшений и других изделий, созданных местными мастерами прикладного искусства. На выбор сотни забавных и полезных вещиц в технике хендмейт. Традиционно мы встречаем 1 май с выставкой рукоделия. Выставились сегодня 10 мастеров. За каждым столиком стоят мастер. Сотворили очень много интересных изделий. Изделия из войлока, натуральных камней, национальные сувениры, изделия из кожи. И так же вроде бы уже открываем новый сезон. Ждем всех 18 мая на ночь в музее, на своей тоже ярмарке. В целом на этой некогда главной праздничной площадке горожане не скучали. К услугам палатки фастфуда, горячие напитки, ряд полюбившихся развлечений. Кто-то просто прогуливался по аллейкам, кто-то совершал виражи по дорожкам парка на специальном транспорте. Ну и конечно люди встречались и делились друг с другом своими теплыми пожеланиями. Поздравляю всех жителей Ак-Тебе с праздником. Желаю счастья, здоровья, чтобы небо было чистое. С праздником всем. Счастья, богатства больше. Сегодня у нас день единства народу Казахстана. Поздравляю всех с этим праздником. Давайте будем едины в нашем государстве. Процветание, счастья, всем благополучия. Жители города Ак-Тебе, поздравляю вас с праздником. Все. Желаю счастья вам, здоровья. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». В центре города на Арбате сегодня тоже царило оживление. Дети, подростки, молодежь. Люди постарше с огромным удовольствием прогуливались и поздравляли друг с друга с праздником. Отовсюду доносилась музыка. Правда, к десяти часам утра на сцене у центрального стадиона никто еще не выступал. Но собравшиеся не отчаивались. Они беседовали и катались здесь на качелях. Театрализованные представления, спортивные игры, катания на аттракционах. Все эти развлечения сегодня для горожан и гостей города были предоставлены в парке имени Пушкина. Весело ли проводили время посетители парка, узнали наши корреспонденты. Всю свою славянскую душу, любовь к ярким цветам сегодня с раннего утра решила продемонстрировать Аксюбинка Алена Ситко. Красивая рубаха-вышиванка, на которой вручную вышиты узоры, на голове пышный венок. В таком наряде Алена больше всех бросалась в глаза в парке имени Пушкина. Девушка говорит, что ей очень приятно было надеть традиционный костюм своего народа, тем самым обеспечив себе пристальное внимание. Особо смелые молодые люди пробовали даже познакомиться с Аленой. Не скупились они и на комплименты, и дружелюбную улыбку. Ведь праздник единства народа призван прежде всего демонстрировать дружбу проживающих в Казахстане этносов. Я представительница Украины. Мои предки переехали сюда еще в советское время. И с тех пор моя семья живет на территории Казахстана уже очень долгое время. Ну как вам живется в Казахстане? Есть дружба между народами? Конечно есть. Безусловно. Почему? Потому что мы уже сколько лет? Да, уже 27 лет живем в независимости. И всегда были дружными народами. То есть, содружество всегда было. И как бы нету такого, чтобы там кто-то представлять одну, мы все один народ, мы все казахстанцы. В парке сегодня аксюминцы пришли целыми семьями, с детьми. Все для того, чтобы в очередной раз показать и доказать – мы единое целое. День единства народа Казахстана – праздник один на всю большую страну. И отмечать его любят с улыбками на лицах, некоторые с песнями и плясками. Наш актюбинский кукольный театр Аллахай, театр кукол, приготовили для жителей, для малышей, такую шоу-программу, которая называется «Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь». Это шоу-программа. Здесь все куклы из разных стран, танцы, песни. Вот народ собрался, радуется, радуем детей. И обошлось без спортивных игр. Прямо у входа в национальную игру «Ассах», перетягивание каната, играли все желающие. Игры организовали представители Дзю США по зимним видам спорта. Смотрите, как солнечно сегодня и тепло. В такую погоду и сил побольше. У ребят и желание проявить себя не дремлет. Они с удовольствием подходят и проверяют свою силу и ловкость. Для Казахстана этот праздник особенный. Здесь в мире и согласии не одно столетие живут представители разных национальностей и вероисповеданий. Так повелось, что у нас с уважением и пониманием относятся ко всем. Лиза Цакив, Алексей Уразов. Поздравляю всех с праздником, с первым маем. Желаю всего самого хорошего, что есть на земле. Ну как в парке отдыхаются вам? Хорошо отдыхаются, гуляем. Цены на аттракцион устраивают? Хорошо, нормально. Приемлемые? Устраивают, ага. Настроение отличное. Первый день, как бы первое мая, праздник, единство народов. Все отвечают на настроение отличное. Программа «Факт». В ретропарке сегодня также была проведена насыщенная концертная программа. Студенты местных колледжей, а также творческие коллективы «Акту-Б» подготовили конкурсы и викторины для посетителей, а также песни прошлых лет и современные эстрады. Сегодня со сцены ретропарка звучали хиты прошлых лет и современности, талантливое исполнение песен на счету воспитанников Центра народного творчества. Среди исполнителей дети от 10 и до 17 лет. Развлекательная программа началась в 10 часов и продлилась до 14.00. Посетители ретропарка представлением остались довольны. Праздникам всех поздравляю. Всем желаю счастья, здоровья, успехов, благополучия. Ну все. Что думаете о концерте? Хороший концерт? Концерт, да. Это спасибо. Открытие парка «Железнодорожников» это тоже прекрасно. Очень хорошо выступают. Нам с сыном все нравится. Здесь чувствуется дух праздника. Я хочу поздравить с днем единства всех казахстанцев. С праздником вас. Раньше 1 мая был праздником всех трудящихся. Сейчас поменялось название. На суть осталась та же. Это теплый, добрый праздник весны и единства. Поздравляю всех с 1 мая. Посетителей парка сегодня порадовали выступлениями представители украинского этнокультурного центра Оксана, колледжа Тарлана, также Дома культуры глухих. Антон Пережогин, Мерлана Манжолов, программа «Факт». Октябрьские ветераны спорта сегодня провели футбольный турнир в честь 150-летия города. На стадионе «Авиатор» встретились 8 ветеранских команд. В турнире приняли участие ветераны спорта возрастом от 50 до 59 лет. Турнир по футболу ветеранская организация проводит ежегодно. В этот раз он посвящен юбилею «Октобе». На сегодняшний день в обществе по области состоит около 200 членов. И часть из них поборолась сегодня на футбольном поле за лавры лучших. Вы все знаете, что в этом году наш город отмечает большой юбилей 150 лет. И мы, ветераны, решили провести турнир по мини-футболу среди ветеранов. Сегодня здесь собирается возраст 50-59. Следующую субботу, воскресенье, будет играть 60-й старше. Собралось всего 8 команд. И проведем этот турнир. Награждения, кубки, медали, грамоты, все у нас вопросы решены. Проведение турнира выпало на праздничный день. И тем не менее, отношения ветеранов к Дню Единства народа Казахстана неоднозначные. Для многих 1 мая был и остается днем труда. В наше время праздник проходил как-то по-иному. Как-то с утра все было праздничным. Везде музыка, цветы, флаги. Ну, не знаю сейчас, или охладили к этому празднику. То есть по городу особо ничего не чувствуется. Может, начнется где-то позже. Но праздник для нас очень приятный, можно сказать, святой. Так что всех с праздником. Вот как был раньше День солидарности трудящих, так я почему-то и думаю об этом празднике. А День Единства народа Казахстана, мне кажется, это как было 7 ноября, так и осталось. Для меня, по крайней мере. А остальное уже. Меня уже поздно перевоспитывать. В следующую субботу ветераны планируют провести такой же турнир, только среди возрастной категории от 60 лет и старше. Антон Пережогин, Мерлан Аманжолов, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание. И от имени коллектива программы «Факт» поздравляю всех актюбинцев и гостей города с праздником здоровья, счастья и мирного неба над головой. А я с вами прощаюсь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok